Воруют на свой страх и риск. Охотники за металлом орудуют на территории, где в любой момент могут обрушиться здания. Квартирный вопрос. Суд рассматривает дело о принудительном выселении жительницы Березняков, которая отказывается выезжать из расселенного дома. Березнякам пожелали победы. Город посетила экспертная комиссия краевого конкурса Центр культуры Пермского края. Городские власти еще две недели назад распорядились ограничить доступ людей на территорию. Но, как убедился Михаил Якунин, проникнуть туда для воришек по-прежнему не составляет труда. Попасть на эту территорию для нас не составило труда. Старые конструкции котельной еле держатся. Недавно тут обрушились несколько бетонных плит. Да и сама труба высотой 110 метров грозит рухнуть. О том, что здесь опасно находиться, говорили представители Березняковского механического завода на последнем заседании КЧС. Возможно смертельный случай. Причем эта труба, она тоже, скорее всего, скоро упадет. Либо тогда, когда рухнет это здание от вибрации, либо сама по себе. И там рядом школа милиции и также частные дома. Ну и в какую сторону пойти? Либо в сторону завода, но нас она слабо задеет, мы померяем. И второе здание – это административный бытовой корпус. Я привез сегодня фотографии. Мы смотрим здание. Тоже самое принадлежит этому федеральному агентству, но на четыре части разломилось. Вот такая ситуация. Причем оба здания. Второе здание административного бытового корпуса непосредственно прилегает к территории. Там повредятся у нас очень сильно все коммуникации. Там проходят высоковольтные линии и наши, и линии, которые идут до первого рудника. Этот объект в федеральной собственности. Но глава города распорядился запретить туда доступ посторонних людей. Особенно охотников за металлом. Нам надо все равно локализовать это место, чтобы, не дай бог, кто-нибудь там из местных не пробрался там за кем-нибудь железом и не попал под какие-то обрушения. Потому что здания настолько ветхие, что хуже этих зданий вообще я не видел никогда ничего. А прокуратура, пускай собственниками занимается, раз за своим имуществом не смотрит. Несмотря на то, что по распоряжению главы Березняков Сергея Дьякова этот объект должны охранять, здесь по-прежнему активно орудуют люди. Они носят и пилят металл. Не смутило их и появление нашей съемочной группы. Охотники за металлом продолжили свое дело. Видать, для кого-то слова городоначальника – это пустой звук. Хотя стоило бы прислушаться, ведь старые конструкции могут обрушиться в любой момент. Михаил Якунин, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Березняковские полицейские смогли установить личность мужчины, убитого этим летом. Еще в июне его труп нашли под мостом на дороге в Нартовку. Тело обнаружил один из рыбаков, который решил накопать червей. Труп пролежал в земле длительное время и опознать его было почти невозможно. Это получилось только благодаря татуировке на руке убитого. Полицейские установили личность мужчины. Им оказался 42-летний Виталий Фарфизов. Теперь стражам порядка осталось найти того, кто совершил это жестокое убийство. Ему было причинено порядка трех десятков ножевых ранений. Также были, значит, ну, скажем так, проломлен череп в нескольких местах. Ну, то есть были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Полицейские просят всех, кто общался с погибшим мужчиной в последние дни его жизни, позвонить по телефону 26 34 64 или 02. За достоверную информацию, которая поможет в раскрытии преступления, в полиции обещают вознаграждение. Квартирный вопрос довел до суда. Жительница Березняков Ирина Шифман отказывается выезжать из расселенного дома на улице Пятилетки. Варианты, которые предлагают городские власти, ее не устраивают. Администрация Березняков решила принудительно выселить женщину и подала на нее в суд. Подробности в репортаже Евгении Кокшаровой. Это все труд, и это все делалось для себя. В новой квартире все снова это возводить, бросив вот это все, это снова нужно вкладывание каких-то денег, которых у меня, например, нет. Эту квартиру Ирина Анатольевна и ее бывший супруг купили в 2000 году перед рождением дочери. Позже приобрели коммунальную квартиру соседей. Сделали перепланировку, объединили обе жилплощади и евроремонт. Пришлось продать дорогостоящие акции и потратить все сбережения. Теперь в квартире Ирины Шифман пять комнат. Гостиная, детская комната для гостей, спальня, спортзал и два санузла. Красиво и уютно. Понятно, что хозяйка расставаться с таким жильем не хочет. В общем, мы предполагали жить в этой квартире долго и счастливо. И я хотела, чтобы моим детям осталась какая-то жилплощадь, чтобы они, как я в свое время, по общежитиям не жили. Но пришел тот день, когда нам объявили, что наши дома признаны ветхими. Никакого обследования домов не было. Лично в мою квартиру никто и никогда не заходил. Сама женщина на условия не жалуется. В порядке все коммуникации и в квартире ни одной трещинки. Но жить вдвоем с дочерью в пустом доме стало действительно страшно. Ирина Анатольевна и рада бы выехать. Но вариант, который ей предложила администрация города, переселение в микрорайон у пруда, ее не устраивает. Женщине не нравится ни тот район, ни те две квартиры, в которые предлагают въехать. Они, кстати, находятся в разных домах. Полностью идут трещины по всем комнатам, по потолкам. Трещины, причем, не маленькие, что вот просто где-то усадку дом дает. А трещины, вот в палец, приличные трещины, идут все по полностью идет. Не то, что там какой-то фрагмент. Полностью по всем комнатам, по одной, по другой идут такие трещины. Она согласна освободить дом только при одном условии. Если ее две квартиры выкупят. Свою собственность женщина оценивает в 3,5 миллиона рублей. Но администрация города такую сумму платить отказывается. Денежные средства были выделены только на строительство. Там шло финансирование из трех бюджетов. Это федеральный бюджет, краевой бюджет и местный бюджет. Только строительство. По закону мы не можем выкупить эти квартиры. Мы рассматривали этот вопрос. Те квартиры, которые остались в резерве под Ирину Анатольевну, мы направляли письма в риэлторские агентства, чтобы они оказали содействие в продаже этих квартир. То есть, если бы нашлись покупатели на эти квартиры, то таким образом мы проводили бы мен. Судебное заседание по делу Ирины Шифман состоялось вчера. Но решение не приняли. Вмешались органы опеки. Специалисты захотели обследовать условия, которые созданы для ребенка в родной квартире и в жилье у пруда. Сама девочка призналась нам, что переезжать не хочет. От микрорайона далеко до второй школы, где учится Марина, до школы театра балета и до других секций, где она занимается. Да и какой ребенок захочет выезжать из квартиры, где столько места, что можно заниматься балетом и даже свободно разъезжать на роликовых коньках. У меня тут комфортно, у меня тут своя комната. Еще четыре комнаты, в которых я танцую, играю, занимаюсь спортом. В комплексу пруда я не хочу переезжать. Мне там не очень понравилось, когда я там была. И там очень далеко от всех моих занятий школ. Следующее заседание суда состоится 25 октября. Мы обязательно расскажем, на чью сторону склонилась чаша весов Фемиды. Евгения Кокширова, Степан Некрасов, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Сегодня Березняки посетила экспертная комиссия краевого проекта Центр культуры Пермского края. Напомню, наш город попал в финал этого конкурса. Как специалисты из Перми оценили культурную жизнь в столице Верхнекамья, узнала Наталья Луначева. Действительно, работы предстоит много. И вот авангард, он в нашей программе будет задействован таким образом. Мы надеемся, что к концу действия программы Центр культуры, авангард, мы уже уйдем вовнутрь. И внешний облик уже будет. Будет, да. Специалисты приехали познакомиться с нашим городом, посмотреть достопримечательности, прогуляться по паркам и узнать планы на будущее. Экспертный совет состоит из специалистов Министерства культуры, краевых учреждений, задача которого посмотреть нашу идею, нашу программу, посмотреть уровень развития сферы культуры, материально-техническую базу, с которой мы собираемся работать в рамках программы, ну и сформировать какое-то мнение о городе для дальнейшего принятия решения. Эта экспертная комиссия приехала к нам в рамках второго этапа краевого конкурса Центр культуры Пермского края. В этом году на участие в нем заявки направили 14 городов. Березняки выступили с программой «Город-авангард». Первый этап наш город прошел с большим отрывом. И теперь эксперты на месте знакомятся с культурными проектами территорий. Зеркало, да. Я на него, я туда смотрю и прям любуюсь. Отражением буквально. Своим, да, своим. Да, конечно же, прям своим же любуюсь. Ну и он прям милашка. За один день специалистам Березняковского управления культуры надо было провести для гостей достаточно насыщенную программу. Показать им главные достопримечательности культурной жизни нашего города. Среди которых кинотеатр «Авангард», историко-художественный музей имени Коновалова, драматический театр, центральная городская библиотека, а также скверы первостроителей и треугольный. Музей меня, конечно, поразил. Настолько он сегодня компактно расположен, и на такой площади столько много информации и очень оригинально продуманы все экспозиции. Просто сюда нужно приехать другим музейщикам, изучать, смотреть все, что происходит, проводить здесь мастер-классы. Специалистам-березняковцы проводить мастер-классы для специалистов музеев Пермского края. У нас таких музеев в крае нет сегодня. Очень впечатлилась. Не ожидала увидеть, что такой город большой, что город яркий. Ждала, что город будет новый, но рабочий. Нет, немножечко другое впечатление. Пытаюсь понять для себя, какой все-таки город. Пожелаю вам удачи в этом проекте. Пермский край территории культуры победить. Тогда мы целый год будем к вам ездить и узнавать ваш город. Победив в краевом конкурсе, березняки получат 12 миллионов на дальнейшее культурное развитие. И по мнению экспертов, у нашего города отличные шансы стать центром культуры Пермского края. Наталья Луначева, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие, вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и кулинарная программа «Школа японских блюд Екитори». А я прощаюсь. С вами был Артем Рахматолин. Всего доброго и только хороших новостей. Прогноз погоды представляет компания «Технологии климата». У нас вы сможете приобрести все для систем отопления. Котлы, радиаторы, насосы, трубы и фитинг по самым низким ценам. Климат-маркет. Советский проспект 2. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Теперь получить кредит можно быстрее, чем остынет ваш кофе. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7 100. В ближайшие сутки наш регион будет находиться под опекой антициклона. Не пропуская на западные склоны Урала облачные поля, он удержит на территории Пермского края вполне комфортную по осенним меркам погоду с температурой выше средних многолетних значений. 12 октября в Перми облачно, без существенных осадков, плюс 13 градусов тепла. В Александровске плюс 12, переменная облачность, без осадков. В Губахе плюс 13, осадков не ожидается. В Кизеле облачно с прояснениями, без осадков и плюс 12 градусов. В Соликамске облачно с прояснениями, осадков не ожидается и 13 градусов тепла. В Березняках 12 октября переменная облачность, осадков не ожидается, утром туман. Температура воздуха ночи плюс 5-7, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. 11 октября на территории Пермского края солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Все типы обогревателей. Масляный радиатор 1200 рублей, электроконвектор 990 рублей или инфракрасный обогреватель за 550 рублей. Все очевидно. Технологии климата. Восточный экспресс-банк представляет. Быстрый автокредит наличными. До 1 миллиона рублей. Без первоначального взноса. Без каска и лишних формальностей. Переплата от 10,6%. Автокредит без преград. Во всех отделениях Восточного экспресс-банка. 8 800 100 ровно 7 100. Сегодня здесь происходит съемка видеоролика. Команда, с которой мы работали много раз. Легко, приятно. Помимо того, что обувь должна выглядеть достойно, красиво, стильно, модно, мы должны себя хорошо в ней чувствовать. Особенно, наверное, важно современной женщине, которая очень много находится в движении. Я могу сказать, на себе проверила. Обувь вествалика действительно очень удобная. В обычной жизни, абсолютно говорю, это не для рекламы. Я действительно очень часто ношу обувь вествалика, потому что у нее, прежде всего, потрясающая колодка. Очень достойный внешний вид вествалика. Просто это находка.